здравствуйте дорогие друзья вашингтонское время близится к часу ночи 14 апреля воскресенье как вы понимаете это мое внеочередное видео которое вызвано беспрецедентной ситуации фактически мы находимся с вами в начале третьей мировой войны я имею ввиду ее горячую фазу вот теперь с нас нападением полномасштабным воздушным ирана против израиля открыт этот горячий второй фронт третьей мировой войны которая имеет высокие шансы перерасти войну ядерную я наблюдал за этими событиями фактически благодаря интернету и другим средствам связи современной практически в режиме реального времени и хочу вам кратко буквально тезисно но достаточно подробно объяснить что произошло где мы находимся какие последствия это будет иметь для всего мира и в том числе естественно для украины и ну всех остальные все остальные стороны которые так или иначе вовлечены в это дело а вовлечены по большому счету две оси ось зла и ось цивилизованного человечества россия находится в первой украина находится во второй во второй среди союзников украины находится также израиль соединенные штаты америки западная европа япония ну в общем весь западный мир а вся это вот мрак мракобесия мордор это все первое в зоне не в оси зла и так что что произошло произошла массовая воздушная атака нападение я бы сказал ирана на израиль это беспрецедентное событие в том смысле что такого не было десятилетий обычная тактика ирана заключалась в том что он использовал свои прокси то есть массу зависимых от ирана террористических других экстремистских организаций которых васа на ближнем востоке он натравлял направлял эти организации на израиль они наносили террористические удары израиль отвечал по этим организациям а израиль простите иран как правило оставался в стороне теперь с открытым забралом полную мощь причем с применением ну крайне это уже применение применялось агрессором в данном случае вот впервые для западной страны представитель западной цивилизации враг применил то что называется атака астарий или роем то есть были применены сначала говорили оста и только беспилотников потом оказалось их ну вот к 12 часам ночи 13 апреля насчитывали более 200 беспилотников баллистических и крылатых ракет то есть характер нападение это открытая совершенно масса массированная атака второе эта атака придаю продемонстрировала то чего не ожидали от ирана очередной раз проспали и прежде всего это военные разведки западных стран частности американское румо которые я неоднократно критиковал по делу они были виноваты том что произошло как россия они проспали фактически агрессию россии против украины в 14 году ну и дальше отличались подозрительные неосведомленности то же самое произошло с ираном они проспали тоже такой какой прорыв сделал в области дроновой технологии иран за последние два года ну и теперь оказывается значит у них есть носители причем мощнейшие носители которые в массовом порядке могут покрыть всю территорию израиля но и вопрос насчет ядерной бомбы что они могут нести но об этом немножко дальше сначала надеялись что эти дроны поскольку они будут лететь долго и может быть это просто так жест ирана может они не будут входить в израильское воздушное пространство может они надеются что их заранее собьют где-нибудь на территории других стран чем были такие теплились надежды что мол все обойдется но и надо сказать что американская сетком центральное командование хорошо поработала эта атака и эта атака ожидалась иранская поэтому как минимум неделю представители центрального командования соединенных штатов работали с министерством обороны армии израиля вооруженных сил израиля и значительная часть этих дронов и ракет была сбита еще до того как они вошли в воздушное пространство израиля сбили как предполагается но сейчас все это свежая информация ждем детальных подтверждений но пока информация о том что в основном сбивали американцы но потом великолепно сработала система противовоздушной обороны израиля которая состоит из различных слоев уровней это и iron dom это и arrow это и проща давида то есть хорошо все бог как выступил где-то примерно в 9 часов вечера вернее так скажем 21 примерно 00 по вашингтонскому времени представитель вооруженных сил израиля подавляющее большинство этих летательных аппаратов только дронов туда ракет было сбито совместными усилиями хотя хотя были слышны взрывы и было видно из тех репортажей которые передавали из израиля что все-таки кое-что падает но значит сначала опять таки надеялись что будет как можно меньше и может бы то такая задумка была ирана продемонстрировать то есть сделать козу но он не доводить дело до реальных разрушений и гибели большого количества людей тогда можно было бы спустить на тормозах почему была такая надежда потому что как только запустились эти дроны иран вскоре в организации объемных наций сделал заявление о том что это ответ на ту акцию которую совершил израиль вы помните это был удар по дипломатическому вернее как это называлось консульское управление израиля в дамаске где в то время проходило совещание генералов стражей исламской революции и экстремистского зарубежного крыла этой организации куз которая вместе с представителями руководителями местных террористических организаций планировали очередные операции против израиля вот значит израиль сказал что это ответная акция вот мы ее проводим ну и мы считаем все то есть мы имели право на основании статьи 51 устава ООН на ответ мы его сделали ну а теперь все все мяч на стороне значит на поле Израиля все от него зависит если вам на этом успокоиться то значит разошлись если нет ну будет продолжать но тогда мы эскалируем ситуацию взвинтим ситуацию ну и чем дальше развивалась ситуация тем больше пока оказывалось что остановиться и не ответить Израилю не удастся хотя значит для соединенных штатов ситуация была крайне нежелательна она была бы нежелательна для любой страны в разгар президентских выборов то есть для администрации Байдена ну в любой стране сами понимаете это было бы нежелательно поэтому тоже да пока эти дроны только взлетали только начинали свой путь ну была оттеплилась надежда что Байден позвонить не Таньяху и скажет это дорогой Биби Ну да вы вот так поступили с этим консульским управлением хотя израильтяне говорили что это даже не здание было дипломатическое там типа какая-то квартира или какой-то подъезд в каком-то доме ну не бог не 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 бог весть тем не менее как бы там ни было на дипломатические представительства на удары по ним не наносится даже во время войны то есть не правы были хорошо ну некоторые израильтяне которые выступали по американскому телевидению официально представители аналитики они это не скрывали но говорили ну что делать против нас готовилась террористическая акция мы должны были ответить хотя возникает вопрос ответить там можно было по-разному вот в кино в таких случаях все мы знаем посылается команда супер котиков там или представитель МОСАД или там военных спецназ Израиля которым присутствуют в этой команде великолепные снайперы которые устраняют точечно всех этих генералов куц и так далее а тут топором хрясь по дипломатическому зданию это конечно был перебор сейчас все это говорят перебор но то что сделал Иран это был перебор в Кубе или там в 20 степени как ни крути потому что но это открытое нападение со стороны одного государства на другое это не просто дипломатическое представительство ну начали определять гадать то есть давайте теперь посмотрим куда придут эти удары кстати эта работа будет продолжаться еще долго почему потому что большую часть этих ракет и дрона уничтожили но теперь будут вычислять траектории полетов и если окажется что они были нацелены таким образом чтобы поразить жизненно важные центры Израиля и гражданские объекты где присутствовал много людей ну тогда жесткий ответ был бы неизбежен будут еще считать как организовано сначала народ здесь эксперты пришли в недоумение потому что считалось что если это серьезное нападение сначала должны быть выпущены баллистические и крылатые ракеты они должны подавить систему ПВО Израиля должны были а потом уже на подлете дроны которые должны были лететь считали там то ли 9 то ли 10 часов вот они должны были подлететь и тогда нанести вот этот главный удар по объектам и населению населенным значит местам скопления населения ну и тем пока это все будет проводиться но сейчас уже ясно что это была атака массированная это не было демонстративным ответом это была значит атака нацеленная на нанесение массового ущерба ну как тут сказали была нацелена на убийство израильтян и это все значит все фактически все изменило то есть стало понятно что разговор Байдена как его тут планировали вернее прогнозировали то есть позвонит Байден скажет Нетаньяху ну давай завяжем с этим делом как-то так свернем все это а Биби скажет да вы понимаете господин президент я с вами согласен со всем скажет он Байдену но у меня же ястребы в правительстве мне надо держать в случае войны она идет значит уже в газе а теперь это еще надо сохранять правительство в единстве поэтому я вынужден буду уступить этим ястребом и не послушав ваших доводов пойти на резкие действия то потом где-то часам к 8-9 вечера когда Байден собрал уже на вторую значит первая встреча была в овальном это было не в овальном а в ситуационном два часа прошло потом через некоторое время созвали вторую встречу и после второй встречи стало ясно что в Соединенные Штаты Байден согласны с необходимостью жесткого ответа то есть призывов к Нитанияху сбавить обороты и наводить до дополнительной эскалации не будет ну и к чему это может привести значит что имеет у нас Иран Иран как мы с вами обсудили имеет разветвленную сеть прокси среди которых главная опасность представляет собой Хезбалла которая базируется в основном в южной части Ливана так вот у этой организации имеется не менее 150 тысяч современных ракет большой высоты которые летают на больших высотах и которые покрывают всю территорию Израиля то есть это страшная сила как вы себе представляете и надо сказать в общем ждали ждали и наблюдали будут ли вылетать какие-то объекты, аппараты с территории южной части Ливана и примерно к 11 ночи было зафиксировано 25 летающих объектов которые запустились с южной части Ливана ну предполагается что это есть Хезбалла но пока еще нет ясности в том то ли это просто так выстрелили или же это начало полномасштабного участие или вступление Хезбаллы в войну против Израиля совместно или в координации с Ираном значит тогда получается что Израиль оказывается сразу против двух фронтов первый это Иран непосредственно а другой это Хезбалла может быть вместе еще с другими многочисленными террористическими экстремистскими организациями которые там функционируют тяжелый случай но как оценивают американские и израильские эксперты Израиль к этому готовился 16 лет к вот этой войне на два фронта и реально готовился вот господа я хочу довести до своей аудитории вы понимаете то есть люди реально чувствовали прогнозировали угрозы и они занимались великим будивництвом именно в плане создания потенциала для отражения этих угроз они понимали опасность и к ней готовились взраильтяне сказали что они готовы с другой стороны значит опасность в этом случае подвергается потенциально Соединенные Штаты Америки кстати в своем заявлении в организации объединенных наций Иран заявил что вот то что происходит это между Ираном и Израилем поэтому Совет Соединенным Штатам мягко говоря рекомендуется держаться в стороне иначе там что-то страшное произойдет ну как я вам уже объяснил американцы не оказались в стороне они подзбивали в основном все эти ракеты и дроны еще на подлете которые летели там с той стороны которую они контролировали еще на подлете к израильскому воздушному пространству то есть Соединенные Штаты уже фактически в войне и для них главную опасность представляет это большое количество американских военных объектов которые находятся на Ближнем Востоке и практически возле каждого неподалеку каждого такого объекта находится какая-либо террористическая экстремистская группировка которая так или иначе связана с Ираном и в любой момент Иран может дать команду и против этой базы или военного объекта будет совершена террористическая акция тяжело то есть каждая из этих баз будет как пацанная утка трудно бороться трудно бороться то есть это не война это это борьба с террористической угрозой и эти все объекты действительно будут в большой большой опасности то есть Ирану есть чем есть чем эскалировать ситуацию и есть чем ответить Израилю и тем же Соединенным Штатам Америки в случае если дело пойдет на эскалацию если Израиль жестко ответит а пока повторяю вот к полуночи 13 апреля все шло именно к этому к жесткому ответу со стороны Израиля когда начали анализировать американские и израильские аналитики которые здесь же выступали по интернет связи стали просматривать самые самые опасные самые страшные варианты развития событий вспомнили Трампа который как вы знаете любит говорить что вот когда я был президентом ничего этого не было то есть идеальный человек все видел все предвидел оказывается не так оказывается Обама которого на просторах бывшего Советского Союза воспринимает и отзывается в основном негативно то есть он заключил как вы помните в 15-м году соглашение с Ираном которое ограничило его ядерную программу так вот выступают израильские аналитики военные американские говорят эта программа нормально работала пока президентом не стал Трамп Трамп эту программу закрыл соглашение разрушил до основания а на на место этого ничего не создал и так вот оказалась поляна на которой начал развивать быстренько свою ядерную программу Иран и далеко очень в этом деле продвинулся то есть на настоящий момент благодаря Трампу считается что Иран имеет достаточное количество обогащенного урана для производства трех ядерных боеголовок для этого ему надо ну от шести до двенадцати месяцев это так сказать говорят такие умеренные аналитики а затем выступил Джон Болтон который если вы помните был советник Байдена по национальной безопасности который сказал ребята какие шесть двенадцать месяцев для этого недели надо все делается очень просто одна транзакция через банковская транзакция на определенный счет который укажут из Пхеньяна Тегерану перевод туда идет денег а потом Северная Корея в течение двух трех дней загружает необходимое оборудование и обогащенного урана летит транспортный самолет в Иран ну и там несколько дней нужно для того чтобы из этого соорудить боеголовку то есть по большому счету сказал Болтон это все может быть создано за неделю ну за две и носители есть и это все приехали ну и надо сказать да что Болтон пользуется давно и заслуженно репутацией эдакого очень горячего человека горячего потому что он всегда предлагает экстремальные варианты решения вопроса на этот раз он однозначно предложил дано уничтожить уничтожать в ближайшее время практически немедленно все эти объекты которые используются Ираном для производства ядерного оружия ну окей можно их разобомбить конечно но если прилетит это все на транспортном самолете в готовом или полуготовом виде то что толку но тем не менее вопрос надо показать Кузькину мать надо бомбить сказал Болтон но этот же вопрос был задан человеку которого я глубоко уважаю большой друг Украины бывший конгрессмен от республиканской партии Адам Кизингер очень здравомыслящий человек очень умеренный бывший летчик сейчас он ушел не выдержал работы в республиканской фракции нынешнего конгресса хлопнул дверь и ушел вот когда его спросили так что же делать с ядерной программой Ираном говорят а что делать каждая администрация Соединенных Штатов Америки начиная еще с по крайней мере с Обамы а потом и этот самый и Трамп а потом и Байден все они и до этого по-моему до Обамы все говорили что нельзя доводить вот как только дело дойдет до того момента когда вот Израиль то есть Иран уже накануне создания ядерной бомбы вот тогда надо принимать роковое решение надо бомбить то есть мы не допустим никоим образом это были неоднократные официальные заявления заявления никоим образом не допустим создания этого ядерного оружия но вот пришел пришел этот момент надо его решать вот так вот таким образом возник этот вопрос на чем остановились вот именно на этом вопросе по поводу той возможности опасности которой грозит эскалация дальнейшая с сраном с Ираном ну как я вам сказал даже еще в самом начале этой атаки когда дроны только поднимались в небо Ирана уже было однозначно звучало здесь такое понимание что чем бы не закончилось даже благополучно даже если спустить вот сегодня или завтра на тормозах эту историю это приведет к укреплению более тесному взаимодействию оси зла между Ираном Россией и Китаем из этого неизбежно следовало понимание что раз они так делают то есть остановить это дело уже нельзя и никакими уговорами уже тут не поможешь они уже долго идут некоторые десятилетиями как вы знаете я имею ввиду Москву Путина то есть разговаривать уже нечем надо укреплять ось добра с участием тут же и Украины кстати вот первым запустил эту тему именно Адам Киссингер который когда когда обсуждали эти вопросы дроны летят в таком громадном количестве баллистические крыла этой ракеты то есть невиданное ужас какой-то люди гибнут он говорит господа в Украине уже два года это творится вы как-то так все не поймете вот если бы в свое время предприняли более радикальные шаги то не было бы такого и с Израилем сегодня поэтому опять-таки вспоминается эта же история 39-й год до этого значит не 39-й год а Мюнхенское соглашение к чему-то приводит всем все уже понятно поэтому сегодня звучал и неоднократно призыв надо заканчивать играть роль пацифиста Чемберлина надо надо играть Черчилля и в этой связи значит вспомнили слова которые якобы он когда-то произнес что у нас небольшой выбор или мы уничтожим врага или он уничтожит нас то есть нету возможностей для примирения на данном этапе ресурс перемирения поиска полностью исчерпан я это к тому что в ходе этой дискуссии эти события они полностью поставили крест на существенной части предвыборной кампании Трампа и я думаю что это будет иметь последствия для его предвыборной кампании и для его риторики в ходе предвыборной кампании и после того как она закончится так или иначе потому что в этих условиях опять говорить что у меня хорошее отношение с Путиным оси у тебя какие отношения все у Путина одного уже нету там уже все это вместе аятолы бледная моль и товарищ Си Цзиньпин все то есть если Трамп будет рассказывать кому-то что у него хорошее отношение что у него все боятся и что у него необычайный дар коммуникатора и он всех уговорит ну даже идиоты над ним будут смеяться поэтому возможности сфера для маневра и для его предвыборной кампании значит она резко изменилась то есть пришло время к реальным действиям а укрепление оси сил добра оно подразумевает и коренное изменение отношений к помощи Украине и этот вопрос тоже был поднят ну во-первых об этом первым я имею ввиду по времени поскольку его первым вызвали на интервью по этому вопросу это был тот же самый Адам Китзингер а потом вызвали республиканца по фамилии конгрессмена я его раньше так особо и не наблюдал его Лолер и он сказал ему напрямую задали вопрос а как вы вот что же вы мусолите господа республиканцы у вас в палате представителей столько месяцев с прошлого года вы мусолите вопрос о помощи Украине и Израилю что вы теперь скажете он сказал ну мы мы наставили на помощь Израилю мы даже приняли законопроект в палате представителей о помощи Израилю ему говорят ну так это же вопрос-то как-то так неразрывно связанный у Израиля у Украины один враг и это представитель оси зла Иран а там же и Китай благодаря которому у Ирана появляются деньги потому что у Ирана у него ситуация как у России главным покупателем иранской нефти является Китай и только за прошлый год Иран заработал на этом 88 миллиардов долларов и на этом работает его военная машина которая не только вот теперь ударяет по Израилю она производит те самые дроны которые уже уже пошел третий год бьют каждый почти практически каждый день по Украине как как же вы теперь там он говорит да там все ситуация изменилась и он в лоб спрашивает в понедельник вы позвоните спикеру Джонсону и скажете что он немедленно должен поставить вопрос о голосовании за пакет помощи Украине Израилю Тайвань и так далее да говорит конгрессмен то есть вы понимаете произошло то что произошло примерно нечто подобное с Соединенными Штатами когда я тоже об этом рассказывал когда до нападения на Америку до нападения на Пёрл Харбор здесь тоже были профашистские партии здесь были любимцы всей Америки и всего мира я имею ввиду летчика Линберга который очень любил Германию потому что там была прекрасно развита авиационная промышленность и даже он создал комитет под названием Америка прежде всего Америка Ферст и казалось этому остановить это было невозможно потому что первое право к конституции каждый человек имеет право придерживаться политических взглядов которые он хочет ну если они только не экстремистские вернее не террористические и все это рухнуло как только вот жареный петух клюнул с Пёрл Харбор сейчас вот можно сказать что это это почти Пёрл Харбор напали на ближайшего союзники Соединенных Штатов Америки и Соединенные Штаты уже фактически в войне потому что они сбивали ракеты агрессора в данном случае Ирана и если бы раньше раньше нечто подобное сделало НАТО а ведь были же предложения ну так по чуть-чуть потихоньку сначала закрыть небо Украины со стороны Запада вдоль границы с восточным флангом НАТО ну и потом дальше дальше постепенно там могут конечно сказать как же у России ядерное оружие Путин там сумасшедший ну такая и Атоллы они же не менее сумасшедшие там все такие единственный здравомыслящий человек там товарищ Си который до сих пор пытался играться управлять этими придурками но как я вам еще рассказал вчера на основании статьи китайского профессора в издании The Economist Китай так играет свою роль но по-моему он понял что заигрался и надо как-то это дело все сворачивать возможно вот поэтому рано или поздно к этому пришли попустительство одному агрессору имеется ввиду Путину привело к тому и мы неоднократно же с вами это говорили даже мы неопытные политики с вами все это понимали что это закончится по худшему варианту ну вот он и состоялся поэтому значит ждем наступления этой недели кстати посмотрите мое предыдущее видео где я вам рассказывал что уже идет все к этому после особенно последние признаки этого были после встречи Джонсона с Трампом но это еще было вот до этого массированного удара Ирана по Израилю значит опять-таки возник вопрос о необходимости укрепления санкции поскольку опять вопрос о нефти то есть я думаю что сейчас вопрос более резко станет введение вторичных санкций против тех стран которые обходят первичные санкции и тут надо решать вопрос конечно с нефтянкой потому что этот серый флот танкерный и серые компании которые несмотря на санкции страхуют перевозчиков российской нефти а также иранской нефти с этим придется закачивать то есть будут законопатить те бреши которыми научился пользоваться Иран за время своих санкций которым он научил Российскую Федерацию теперь будут пытаться законопатить значит что произошло вот самое главное подводя так сказать итоги произошло для Израиля страшные стратегические вещи террористический акт 7 октября был шоковым для израильтян потому что он показал что государство пока не может обеспечивать полную безопасность израильтян на их территории оказалось что террористическая организация может проникнуть совершить страшный теракт и нанести много жертв среди населения Израиля это был страшный шок потому что их всегда убеждали они работали над этим чтобы вот граница Израиля территория это моя крепость но теперь произошел еще более страшный штук теперь оказалось ладно там террористическая организация как-то все-таки страшный теракт но тем не менее тем не менее это теракт а теперь открытое нападение другого государства которое не признает право Израиля на существование вообще и такое массовое и такое массовое и не привело оно сегодня пока страшным результатом которым по идее должно ну это это ситуация мордор против Украины более 200 дронов баллистических и и крылатых ракет то есть если бы не сработал прежде всего американский сетком а затем трехуровневая система ПВО Израиля то там бы количество жертв было бы немерено просто немерено и это второй шок который вот завтра с утра начнут осознавать израильтяне а сегодня ночью по американскому времени об этом говорили здесь в интернете в прямом эфире то есть это страшное страшное событие для психологии понимания израильтян и так просто это дело не закончится то есть надежда на каким-то образом спустить все это на тормозах она развеялась где-то к 9 10 вечера в субботу по вашингтонскому времени развеялась просто в прах ждем широкомасштабного мощного ответа затем значит было проведено еще еще будут проводить тщательные исследования куда летели эти траектории проверять и так далее то есть еще такая теплица надежда у некоторых романтиков что может быть это был удар там самолеты вернее не самолеты дроны и ракеты посылались в какие-то объекты ну грубо говоря в пустыню Нигев чтобы они там упали в песок и ничего не разрушили хотя уже сейчас понятно что это не так но тем не менее значит следующий вариант получается если Израиль теперь вот с учетом сказанного не ответит значит он окажется в ситуации когда любая террористическая организация будет клевать его чуть ли не ежедневно со всех сторон Израиль будет им отвечать понимая и зная что за этими террористическими операциями стоит Иран но значит он не сможет Ирану ответить потому что будет понимать что в ответ Иран опять сделает вот такой удар как сделал сейчас то есть для того чтобы обезопасить себя от дальнейших ударов прокси подвластных подконтрольных Ирану террористических организаций и Ирана Израиль обязан сейчас нанести мощный ответный удар в результате мы оказываемся вот где в какой ситуации первое газа события в газе которые будоражили весь мир она уже далеко на заднем плане теперь теперь главное это война против Ирана и его прокси которых много и они же Иран значит его прокси они являются и врагами Украины и значит они уже уже являются врагами Украины поскольку Иран вооружает Россию он производит дроны которые убивают наносят удар и ракеты которые наносят удар по городам Украины на деньги которые зарабатывают за счет продажи нефти Китаю за счет этих же денег живет и работает значит ВПК Российской Федерации то есть теперь у Израиля и Украины одни и те же враги и одни и те же союзники поэтому к Украине теперь должно быть совсем другое отношение если бы раньше отреагировали как нужно если бы не разыгрывали себя Чемберленов то возможно и скорее всего сегодняшнего нападения на Израиль наверное бы и не было поэтому надо прекратить валять дурака и пытаться там отъехать куда-нибудь так мягко в сторону или поговорить но не сделать все уже я не вижу пути к отступлению то есть такие фразы которые я сегодня слышал от аналитиков и официальных лиц здесь я раньше не слышал то есть вопрос стоит или мы их уничтожим или они нас разговоры о том что давайте сядем и поговорим ну это об этом даже думать сейчас неприлично самое опасное в этой ситуации что Иран имеет разветвленную сеть мощных средств доставки в том числе ядерного оружия вопрос о боеголовке как я вам рассказал худшем варианте по расчетам Болтона он может быть решен Ираном в течение двух недель а может быть и быстрее но будем надеяться что это не произойдет потому что Китай не позволит сумасшедшему Киму это сделать да и Ким не дурак он только прикидывается идиотом тоже пугает это же Путин у него научился этому блефу так по большому счету и разыгрывает себя придурка которому все равно но Ким он же там полубожок ну кто же поставит на карту жизнь полубожка которого молится все население маленькой маленькой но гордой страны да как говорилось в известном советском комедийном фильме поэтому ситуация взвинчена до предела но вот мне пришло в голову такая мысль что это не просто то есть это начало горячей фазы третьей мировой войны единственный вопрос в чем верстет она в ядерную или нет вот это единственное в чем поэтому ситуация взвинчена до такого уровня когда поставлено реально уже не теоретически путем там научных исследователей или балабольства а реально ситуация взвинчена до такой степени что ну даже идиоты должны понять что надо откатывать обратно ну как в свое время это было с карибским кризисом кстати сейчас я считаю вопрос ситуации гораздо опаснее чем карибский кризис во время карибского кризиса у советского союза который блефовал всего было две ракеты которые теоретически только теоретически с территории России могли долететь до Америки опять таки исключительно теоретически а то что было на территории Кубы оно было в таком виде что даже если бы его собрали и поставили на боевое дежурство то еще вопрос полетели бы они когда надо туда на Америку или долетели бы они до Америки а сейчас сейчас все это гораздо более реально так вот в этой ситуации все настолько реально и опасно что возможно возникает парадоксальным образом уникальная ситуация когда Соединенные Штаты Китай встретятся где-нибудь там на островке или в Пекине или в Вашингтоне поговорят решат ребята надо заканчивать с этими идиотами то есть Китай здравомыслящее государство у которого все-таки я так считаю у которого главное это развитие экономики это их конек они могут делать это на кой черт им с этим связываться с возможностью сгореть в пламени ядерной войны ну решили с этим болваном кремлевским немножко поиграться вдруг что-нибудь там получится ну все уже понятно дошли до того что Поднебесное может исчезнуть так вот может быть и возник такая настолько взличная ситуация что как во времена Карибского кризиса две стороны поймут что надо откатывать назад и будут приняты решения глобальные может быть может это будет решение так во взаимоотношении всего НАТО и скажем так с Мордором вряд ли что-то будет решаться это надо решать между Вашингтоном и Пекином частью которого вот соглашение возможного будет решение вопроса о агрессии России в Украине согласно нормам международного права и тем 12 пунктам которые по большому счету ничем не отличаются от 10 пунктов Украины потому что и там и там присутствует незыбливый принцип международного права неприкосновенность границ и тогда Мордор должен будет откатиться и тогда морда лица даже бледной моли будет сохранена поскольку дорогие россияне им скажут с голубого экрана соловьиный помет мы так напугали запад что он пошел вот с нами договариваться они обещали что блок НАТО на нас не будет нападать ну а мы тогда раз они нам пообещали тогда мы выведем войска с Украины будем считать что вопрос нашей безопасностью закрыт ну это так я фантазирую но я считаю что ситуация наколена до такой степени что вот такие моменты возможны самые немыслимые позитивные соглашения в рамках переговоров посмотрим как дальше будет продолжаться развиваться это событие господа желаю вам доброго утра и приятного воскресенья кому это будет возможно в рамках существующей обстановки а вообще по большому счету как всегда слава Украине и вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами с нами весь цивилизованный мир который наконец-то сегодня полностью проснулся а вам дорогие друзья как обычно выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...